Исследовательский отдел бизнес-молости совместно с исследовательским отделом британских ученых выявили, что если человек может делать, а может не делать, он не делает. А если человек не может не делать, то только в этой ситуации он начинает делать. Если вы вспомните моменты, когда вы действительно достигали каких-то сверхрезультатов, то вы вспомните, что этому моменту обычно предшествовал момент аврала. Вспомните, как вы делали дипломы или курсовые. Все это было, когда был четко ограничен дедлайн, то есть когда уже наступила жопа. Но пока жопа летит, мы как-то не реагируем. Вот вы, допустим, человек из Санкт-Петербурга. У вас большие усы, как у Боярского, очки Рейбен, большая шляпа, шарф зенита. И вы видите, летит жопа. Но она еще далеко, только показалась на горизонте. Вы думаете, может, чайка? Она летит ближе, и вы уже видите, что это жопа. Но вы думаете, может, женская? Она подлетает еще ближе, и вы видите, что она большая, и что она не женская, и что там волосы, и повеяло уже. И вот жопа подлетает еще ближе, и в определенный момент случается следующее. Как сказал один мой друг, нужно отращивать волевые и широкие плечи, чтобы не уйти в жопу полностью. И вот наступила темнота. Вы зажигаете зажигалку, понимаете, что тепло, сыро, и как-то неприятно. Хотя некоторые говорят, нормально. Мы же в России, это наша родина, сынок. Но есть те, которым там не нравится. И именно в момент, когда жопа уже сидит на ваших плечах, вы начинаете предпринимать действия, чтобы эту жопу себе снять. То есть начинаете шевелиться. И начинаете ее с себя убирать. Вопросик. Почему мы не могли предпринять действия, пока она была еще там? Так действует мужчина. Например, каждый мужчина, занимающий бизнес, сталкивался с проблемой здоровья, например. Сначала жопа маленькая, и она далеко. Например, мама или девушка тебе говорят, слушай, ты уже месяц вообще без отдыха, ты не спишь, ты очень плохо выглядишь. Может, тебе как-то отдохнуть. У меня было тогда 14 перелетов в неделю. А у тебя большая цель, ты работаешь. Разве остановят какие-то слова девушки или мамы тебя от твоей большой миссии, большой цели? Как бы жизни ты все равно. Если ты не понял так, она тебе покажет по-другому. На, может быть, тебе насморк. Но и тут мы не склонны прислушиваться к знакам судьбы. Но тогда эти знаки не то что не уходят, они просто более явственные. Например, как тебе температура 38 градусов? А у меня такие важные встречи, такие люди, министры, замы. Все, надо. Антибиотики, обезболивающие. Все, навстречу пошел. Подходит жизнь. Она тебя любит на самом деле, но она делает такая... И переворачивает тебя в горизонтальное состояние. И вот ты лежишь. Единственное, что ты можешь сделать, это дойти до туалета и обратно. Понимаете, я даже не буду говорить, что не делайте, видите жопу на горизонте. Вопрос второй раз, вы так сделаете или нет? Потому что яма, в которую вы упали один раз, это смелость. Второй раз, это упорство. В одна и та же яма, в которую вы упали третий раз, это уже тупизна. Как у меня жопа пришла. Я прилетел из Уфы, я выхожу из самолета. Самое противное, когда ты спишь два часа. Я выглядел очень поганно. Была еще и ночью вечеринка. Выхожу, чувствую себя отвратительно и поганно. Я подыхаю. Я спускаюсь, внизу трапа маленькая четырехлетняя девочка с кудряшками смотрит на меня и улыбается. Кудряшки ее развиваются на утреннем ветру. Я смотрю на нее, улыбаюсь ей. И тут подходит ее мама и закрывает ей глаза, чтобы она не смотрела на меня. В этот момент я понимаю, что это идет не так. О чем это все? Давайте начнем с того, что согласимся с фактом, что мы делаем именно тогда, когда мы не можем делать. И что именно все свои самые главные рывки в жизни вы делали именно в такие моменты. Когда жопа прилетает и садится, в этом нет ничего страшного. Я бы даже сказал, что человек, который живет так, это смелый человек. Потому что все вокруг, голову в песок. А в городе это делать сложнее, потому что вокруг асфальт. И вот они сидят, не высовываются, а предприниматель выходит в поле с гордо поднятой головой и говорит, ну давай, давай, где? Нет ничего страшного, что жопа садится на плечи. Потому что мы в этот момент начинаем делать. Какие виды жоп, например, могут быть? Например, вам звонят, а у вас нет товара. Жопа? Жопа. Начинает действовать, когда есть звонки, но нет товара. Есть товар, но сайт теряет. 90% клиентов сливаются при звонках. Скрипты не внедрены. Жопа? Жопа. Начинаем исправлять. Вы подыхаете, не можете, нет некому делегировать. Устали? Жопа? Жопа. Начинаете исправлять. Потому что в жизни предпринимателя жопы летают стаями. Они иногда прилетают, иногда прилетают мимо. Но помните про две жопы, которые должны всегда оставаться на горизонте. Первая жопа – это жопа с легальностью и законом. И вторая жопа, которую никогда нельзя дошлицать до себя, это жопа с воронкой. То есть вот именно количество потенциальных клиентов, конверсию в покупку. Вот эти цифры вы должны знать. Потому что это главные цифры по управлению вашим бизнесом. В остальном будьте открыты новым возможностям. Если вы понимаете, что вы эффективно работаете тогда, когда вы не можете не делать, как поставить себя в эту ситуацию? Надо продекларировать некое действие. Например, скажите, что вы, вот если у вас ноль, что вы заработаете в ближайшие 4 месяца 50 тысяч рублей на своем бизнесе. Когда вы ставите декларацию, декларация должна быть реалистичной, но амбициозной. То есть само обещание, оформленное письменно. Второе. Вам необходим человек, которому вы будете это обещание делать. Или ваш ментор. То есть тот человек, которого вы уважаете и перед которым вам будет неудобно опозориться, если вы не сделаете. Третье. Это цена слова. Когда вы ставите цены слова, вы уже не можете не делать. Почему? Потому что вы говорите, я куплю себе Мерстес за 2,5 миллиона рублей. Или я своему ментору отдам 200 или 300 тысяч рублей. Эта сумма должна быть большой для вас, значимой, но реальной. И если вы говорите, я заработаю 50 тысяч рублей за 3 месяца, а у меня еще нет бизнеса, то сумма, которую вы можете поставить, это может быть 10 тысяч рублей. И четвертое. То, чего мы боимся сильнее всего. Это надо заявить об этом всем. Написать себя в статусе ВКонтакте, начать рассказывать об этом друзьям. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Итак. Первое. Само обещание, оформленное письменно. Второе. Человек, ментор, которому вы делаете это заявление. Третье. Цена слова. Цену слова нельзя ставить, кстати, родителям и вашим друзьям. Потому что вы должны знать, что цена слова, она уйдет, и никому лучше от нее не станет. Четвертое. Это заявить всем. Например, отличным решением поставить себя в ситуацию, когда нельзя не делать, является сама обучающая программа бизнес-молодости. Чему 23,6% участников делают больше 100 тысяч чистыми за второй месяц. Именно потому, что вся среда ставит их в ситуацию, когда они не могут не делать и провоцируют их действия. Именно в эти моменты вы достигаете самых высоких результатов. Продолжение следует...